Операцию на мозге собаки провели хабаровские медики. Случай уникальный для Дальнего Востока. До сих пор нейрохирургию не практиковали на животных. Собака поступила в клинику с диагнозом гидроцефалия. Была угроза ее жизни. Врачи решили рискнуть и выполнить сложную операцию. Как себя чувствует первый прооперированный пациент, расскажет Мария Ежевская. Сегодня в ветклинику Елена Пасынкова заходит без тревоги. Приступы эпилепсии любимицу семьи Турбу больше не беспокоят. Собаке предстоит обследование после операции. Без вмешательства врачей она бы не выжила. Случилась у нас такая беда гидроцефалия головного мозга. И как бы Петр Валерьевич предложил уникальную операцию пробную. Причем операцию шантирования головного мозга. При этом заболевание происходит излишнее скопление спинномозговой жидкости в полостях головного мозга. Они давят на ткань. Именно это вызвало у Турбы припадки. Водянка головного мозга есть и у людей. И операция, а именно установка шинта, традиционное лечение. Но собак на Дальнем Востоке еще никто не оперировал. Сложность операции состоит в том, что диаметр головного мозга собаки всего 4 сантиметра. Все микроскопическое, структуры все очень маленькие. И требуется ювелирная точность. Операция длилась около часа. Почти все манипуляции приходилось делать под микроскопом. Помогали снимки. Спустя 10 дней после установки шинта – контрольное обследование, томография. Аппарат применяется такой же, как для исследования человека. Только настроен особым образом. На данном томографе мы можем исследовать животных от самых маленьких размеров. Плоть от рептилий, мышей, вплоть до 200-килограммовых животных. Теперь лекарства торбы, которые в последнее время уже плохо справлялись с болезнью, не нужны. За здоровье собаки, отвечает шунт. Отводит по специальной системе избыток ликвара. Здесь мы можем видеть непосредственно мозговую ткань. Как установлен шунт, желудочки значительно уменьшились в размерах. Эти полости уже практически пришли в норму. Результатами хирурги довольны. Подобные операции в клинике решили проводить и дальше. Они довольно дорогостоящие, но врачи уверены, что их новый опыт будет востребован. А торбы уже через два дня снимут швы, и хирургов эта собака больше не увидит. Мария Ежевская, Павел Павлов, телеканал «Губерния».